12 января во Владивостоке прошел первый в этом году снег. Всего за день выпало 5 миллиметров осадков, однако структура снега была достаточно воздушной, поэтому высота снежного покрова зрительно оказалась в два раза больше. Неудобства времени погоды испытали автомобилисты. Несколько крупных аварий зафиксировано на низководном мосту и на трассе в районе аэропорта. В одну из них угодили, по словам очевидцев, около 20 машин. В результате массовых столкновений проезжая часть оказалась частично перекрыта. Всего во Владивостоке за сутки после начала снегопада произошло 84 ДТП. Нечищенные придомовые дороги и тротуары после снегопада, вечная головная боль большинства жителей Владивостока ждали горожан уже этим утром. Придомовые дороги пока что мало где убраны, прошло совсем немного времени. В основном снег просто укатан машинами, начать его уборку нужно как можно скорее, пока он окончательно не слежался. Как на придомовых территориях с лёдом справятся обслуживающие организации, вопрос времени. Но синоптики предупреждают, минувшая непогода – лишь репетиция предстоящего 15 января снегопада. 15 числа по Японскому морю будет проходить очередной циклон и опять же он заденет южную половину Приморья. Но здесь количество осадков уже может быть более значительным, то есть в южной половине можно ожидать выпадения от 7 до 15 миллиметров снега, то есть это уже градация от умеренного до сильного. Поэтому это предварительный пока прогноз, сейчас они ещё прогнозы будут уточняться, сопоставляться прогностические модели, но тем не менее уже можно сказать, что можно готовиться к более серьёзному ухудшению погодных условий. Пока что пешеходам следует быть внимательнее, смотреть под ноги, идти медленнее и держаться при возможности за поручни на лестницах. Водители призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. По предварительным прогнозам предстоящий циклон принесёт значительно больше осадков. Екатерина Зверева, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.